Девушки отдыхают Справа от меня сидит, ну выглядит как минимум как команда. Здравствуйте, кто у вас капитан? Представьтесь, пожалуйста. Устам Тимботов, Институте экологии горных территорий имени Тимботова. Очень круто звучит, очень длинно, как будто факультет на каком-то образовательном учреждении. Скажите, как думаете, каковы шансы, что вы сегодня выиграете? Сто процентов. Так, уверенно, очень круто, очень. А чем вы занимаетесь? Вот вкратце, в двух словах, можете рассказать? Ну, вкратце наше название уже говорит, чем мы занимаемся. Мы экологией занимаемся. А я прошу вкратце, оно очень длинное. Вкратце мы занимаемся тем, что мы изучаем экологию Кавказа. И вы можете сказать, что здесь жить хорошо? Ну, конечно, хорошо. Лучше, чем в любом другом регионе России? Чем везде, да. Вот это я хотел услышать. Как думаете, вот смотрите, вы у нас первый раз, я так понимаю. Наше пространство называется среда логики, наше соревнование сегодняшнее. И оно служит целью популяризации интеллектуального развития. Вы поддерживаете это начало? Вы согласны с этим? Конечно, если бы мы не поддерживали, нас бы не было. Согласен. В принципе, это тоже логично. Логично. Логичный вопрос. Мы как раз за логику, поэтому спасибо большое. Спасибо. Давайте поаплодируем, я пойду дальше. Просто хочется со всеми познакомиться. Здравствуйте. Много красивых девушек и один тоже неплохой парень сидит. Как тебе повезло-то? А что за компания? Вы откуда представьтесь, пожалуйста? Росреестр. Вот, Росреестр. Я вот хотел понять. Да, у меня к вам куча претензий. Не, на самом деле, чем вы занимаетесь? Бдим-собственность. Передай микрофон, мне кажется, она больше скажет. Бдим-собственность. Чью? Да, то, чем мы занимаемся, слишком известно, чтобы это называть. А вы точно не из ФСБ, там, мы как-то так... Через дорогу. Через дорогу. Вы прям кенты все там. Кто знает, тот знает. Очень все серьезно. Это вам не экология, ребята. Тут прям очень серьезно. Хорошо. Вы вообще спасибо большое всем командам, которые сегодня пришли. Уделили нам время. Нам очень приятно, действительно. Особенно вот с Росреестр, у вас, наверное, один выходной в неделю. И вы такие, два выходных. Тогда не надо жаловаться, в принципе, не за что. Молодцы, что пришли, а то дома сидели, какая там разница. Мы работаем в две смены. Ой, там два выходных. Мы работаем в две смены. Две смены. Вообще прекрасно. Слушайте, вы как думаете, какова вероятность вашей победы сегодня? 99. 8 команд, 99%. Там было 100. Один на случайность отдаем. Хорошо. Хорошо. Ладно, спасибо. Забираю микрофон. Это была команда Росреестра. Ваши аплодисменты тоже не помешают. Вы как команда или... Хорошо. Просто отдыхают. Ну, может быть, мы вас заберем. Приветствую молодежь. Кто главный? Забирайте микрофончик. Вы откуда к нам? Здравствуйте всем. Мы представляем компанию «Панорама». Это сеть магазинов сотовой связи. Сами мы являемся студентами Аграрного университета и работаем в магазинах данной компании в свободном графике. Ну, вы не МТС, правильно? Просто у меня был МТС сегодня в списке команд. Что-то очень близко. Ну, прям прямые конкуренты, получается, с МТС? Почти. Вы сегодня хотели бы сразиться с ними раз на раз? Можно было бы. Можно было бы. Как думаете, вероятность победы какова? Сто и более процентов. Сто и более. И вообще, и космос. Конечно. И всех победим. Очень хороший настрой. Я рад. Группа компаний, правильно? Да. Вы учитесь в Аграрном, при этом еще и работаете. Конечно. Что за молодцы такие? За очно или очно? Очно учимся. После учебы можно работать. Когда вы успеваете столько вообще здорово. Я очень рад. Замечательно. Хорошо. Я забираю ваш микрофон. Всем желаю удачи. Вроде бы, ну, очень мало команд. Еще мы будем ждать, я так понимаю, другие команды. Пока не грустите. Скоро воду принесем. Кто захочет, пожелает, можете выпить. Ты здесь, и я здесь. Хорошо. Одну команду я упустил все-таки. Я знаю, у вас двое всего лишь. Третий. А, всего трое. Ну, бог любит троицу, мы это знаем, конечно. Кто мне будет отвечать? Вы откуда? Из Нальчика. А, нормально. А Россия тогда, Россия, да? Они из Нальчика. Я вас тогда назло буду так и объявлять. Ну, ладно, как команда называется? Мы из Молодежного совета при общественной палате КБР. Очень здорово. Мы в свое время с вами хорошо сотрудничали. Я рад, что вы к нам пришли. Очень здорово. Вы вообще как относитесь к вот такому мероприятию? Это же прямо знакомо вам, близко. Ну, у нас новый созыв, и мы первый раз на таком мероприятии. Я думаю, будет интересно, и увидим много нового. И в будущем можете даже сотрудничать как-то, привлекать сюда побольше молодежи. Ведь это наше будущее. Но я ожидал увидеть более, поймите меня правильно, более таких прям молодых, потому что ассоциативно как-то молодю. Я про этого старика, вы что, вы смотрите, он сыпется уже. А вы лет так на 16 выглядите, так что все нормально. Слушайте, вероятность победы, как думаете? Есть шансы? Ну, я... У других команд нет шансов, чтобы вы знали. Вот мы подливаем масло в огонь. Это спортивный интерес. Росреестр пока на втором месте. Экологисты вообще сумасшедшие. Хорошо, спасибо, я благодарю. А как вас зовут? Заур. Все, Заур из Нальчика. Так будем вас объявлять. Ваши аплодисменты, еще немного... Еще немного подождем. Итак, дамы и господа, команды, которые здесь сидят, пожалуйста, поаплодируйте, чтобы я понял, что вы все с нами. Сегодня к нам должны были прийти, но не пришли. Команды от партии ЛДПР, а также команда от МЧС. У этих двух команд есть уважительная причина. В связи со сложившимися ситуациями мы, конечно, их поняли. Это действительно уважительные причины. Но также к нам должны были прийти команды из ВТБ, МФЦ и даже Нальчик-20. Но по неизвестной для нас причине, но мы обязательно узнаем, почему, их не было. Но у нас сегодня есть команда Панорама. Ваши аплодисменты. Институт экологии. Молодежный совет. И Росреестр. Все эти замечательные люди, которые сегодня к нам пришли и посетили нас, получили несколько баллов в свою карму, как минимум карму, кармическую сторону, за то, что пришли вовремя. Ну что ж, давайте поговорим в целом, что такое среда логики, для чего мы это придумали, для чего все это создается. С целью популяризации интеллектуального развития среди молодежи, среди организаций, для того, чтобы люди научились принимать решения важные, брать на себя ответственность. Ну и, конечно, как и у любой другой игры, у среды логики тоже есть свои правила, и мой ассистент вам их зачитает. Слушайте внимательно. Итак, правила. Что свидетельствует о начале обсуждения вопроса командами. Основное правило среда логики состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос в строго отведенное время раньше другой команды. Команда имеет возможность ответить на вопрос после звукового сигнала, нажав кнопку брейн-системы. Время на обсуждение вопроса 10-15 секунд. Если команда нажимает кнопку брейн-системы до сигнала, фиксируется фальстарт, и право отвечать отдается другой команде. Право на определение игрока, отвечающего на вопрос, закоплено за капитаном команды, который сообщает об этом ведущему. На каждый вопрос команда может дать не более одного ответа. Игра длится до трех побед, трех правильных ответов. За каждый правильный ответ команда награждается одним баллом. По завершении вопроса в карте игры, выигрышей считается та команда, которая дала наибольшее количество правильных ответов. Благодарим за наши правила, ваши аплодисменты. Ну и, конечно, самое главное — это то, что любые возражения, недопонимания и прочее вы можете предъявить в порядке, в должном образе, после завершения игр. Не нужно спорить во время проведения игры. Все ваши возражения — после. Окончательное решение всегда остается за мной. Ну что ж, друзья, давайте я тогда все же начну. И приглашаю сюда за столы наши команду «Панорама» и «Институт экологии». Вот, занимайте ваши места, ваши позиции. По поводу брейн-системы еще скажу пару моментов. У вас будет после начала, после нажатия кнопки «Старт» мной, у вас будет 15 секунд. Если у вас будет досрочный ответ, вы можете нажать на кнопку ответа. Давайте я вам просто продемонстрирую, как это происходит. Вот, я зачитываю вопрос, нажимаю кнопку «Старт», и у меня происходит отсчет. 15 секунд. Если вы заранее знаете ответ, вы имеете право нажать кнопку и дать правильный ответ. Если вы отвечаете неправильно, переход хода к другой команде. Росреестр максимально сегодня недоволен. Мы узнаем эти голоса, когда приходим к ним, и тоже бываем недоволен. Довольны чем-то. Почувствуйте, каково это. Приятно ли? И не надо мне угрожать, прошу вас. А можно мы пока протестируем систему роботоспособности? Да, да, вот смотрите, я зачитал вопрос «Сколько на небе звезд, первые числа мая-мая пошло?» Вот. Вот так и играемся. А вроде взрослые люди. А ну, вы тоже попробуете. Все поняли, да? Наигрались, можно и по дому. Итак, мы готовы. Человек пришел. Кто у вас капитан команды? Команда слева от меня. Возьмите микрофон, еще раз представьтесь. Мы должны знать друг друга. Здравствуйте всем. Меня зовут Асиат. Мы команда «Панорама». Вы всегда должны решать, кто отвечает. Вы будете говорить «отвечает» Нурлан Сабуров, условно говоря. Еще раз, пожалуйста, представьтесь, команда из «Экологии». Меня зовут Рустан, институт «Экологии». Отлично, хорошо. Ну что ж, шутки в сторону, мы начинаем. Дамы и господа, если вы готовы, ответы на самом деле не всегда сложные. Бывают суперлегкие, бывают очень сложные. Поднапрягитесь, ведь это все-таки соревнование. Здесь уже будет не до шуток. Итак, первый вопрос. Китайские мастера боевых искусств говорили, что драка для дураков, для умных – победа, а что, по их мнению, для мудрых время пошло. Отвечает Лена Хакунова. Слушай. Спор. Это неверный ответ. Вы готовы? Да, отвечает Мурачаев Ислам. Мы считаем, что это мир. Да, знаете, как интересно получается. Вроде бы экология отвечает за мир. В среднем. Молодцы. Это правильный ответ. Один балл ваш зачисляем вам. Сразу второй вопрос. Накормите его, и он оживет. Напоите его, и он умрет. Что это такое? Время пошло. Я вас слушаю. Отвечает Бесванеев Умар. Можно просто по имени. Нам кажется, что это огонь. Нет, вам не кажется. Вы и есть огонь. Два балла. Институт экологии сильно отстает. Я советую вам поднапрячься, потому что мы играем до пяти баллов. Верно? Итак, третий вопрос. Моя жизнь может быть измерена в часах. Я служу, когда уменьшаюсь. Когда я тонкая, я быстрая. Когда я толстая, я медленная. Ветер мой враг. Время пошло. Я нормально не помню вопрос. Отвечает Лена Хакунова. Песочные часы. Лен. Я думаю, все все поняли. Это не песочные часы. Мы идем дальше. У вас есть вариант ответа? Если нет, мы проходим. Я думаю, что у вас его нет. Итак, я полагаю, что вот это максимально на скорость вопрос, потому что очень-очень все непросто. Перед кем все люди снимают шляпу? Отвечает Рустам Шегусов. Перед вешалкой? Вы всегда так делаете? Заходя в помещение? Нет, это неправильный ответ. И я думаю, что мы перейдем дальше. Слишком долго думает команда другой стороны. Итак, пятый вопрос. Самолет, пароход, воздушный шар, вертолет. Какое слово здесь лишнее? Снова институт экологии. Арслан Агитов. Возможно, воздушный шар? Нет. Это неправильный ответ. Переход хода. Мы считаем, что это пароход. Вы считаете, что это пароход. Вы всегда правильно считаете, когда слушаете себя. Это правильный ответ. И, конечно, это была первая игра. И команда из группы объединения компании «Панорама» одержала победу. Мы их благодарим. Приглашаем команды Молодежного совета и Росреестра. Это будет интересная битва. Уважаемые команды из Института экологии, мы просим вас никуда не уходить. Ни в коем случае. Также команда «Панорама» вы все остаетесь здесь, потому что у вас будет еще второй раунд уже с другой командой. И уже нужно делать выводы. Снимать шляпу или выступать иначе. Итак, Молодежный совет под красным цветом. Красный обычно цвет чемпионов. Сегодня узнаем. Дорогой Росреестр, еще раз возьмите ваши микрофоны и представьтесь, кто вы, откуда, как зовут, кто капитан? Мы с Нальчика. Капитан Ян. Меня зовут Залина. Залина. Приятно познакомиться с вами. Заур. Меня зовут Заур. Команда «Молодежный совет» при общественной палате. И он тоже из Нальчика. Мало кто об этом знает. Итак, дорогие команды, если вы готовы, я зачитаю первый вопрос. Вам необходимо определить лишнее. Молочная река, Яблоня, речка, Баба-Яга. Команда «Росреестр». Мы готовы отвечать. Отвечать будет Мелада. Мы считаем, что это Баба-Яга. Почему вы так считаете? В сказке девочка бегала к молочным рекам, к яблоньке, но мне к Баба-Яге. Точно. Интересно. Это интересное логическое мышление. И это абсолютно правильный ответ. Да, вы можете аплодировать, если вам нетрудно. Неплохое начало. Итак, идем дальше. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а измерить можно. И снова «Росреестр». Отвечать буду я сама. Предположительно, это воздух. У него нет длины, глубины, ширины, высоты, но у него есть объем. Но мы не говорили об объемах. А как же измерить его? Можно ли его измерить? Это сложный вопрос. И это, к сожалению или к счастью для другой команды, это неправильно. Есть ли вариант ответа у вас? Отвечаю буду я. Меня зовут Заур. Мы считаем, что это время. Как думаете, может ли быть что-то еще? Жизнь. За это вам сразу бал. Нет, на самом деле время. Это абсолютно правильный ответ. У вас 1-1. Ваши аплодисменты. Неплохое начало. Мне нравится, когда все так, когда неоднозначно. Итак, третий вопрос. Вы участвуете в марафоне и обогнали бегуна бегущего вторым. Какую позицию вы теперь занимаете? Поехали. А, вы уже были ответить. Хорошо, слушаем. Отвечать будешь Елена. Теперь мы бежим вторые. Нет, теперь вы бежите первые, потому что это правильный ответ. Ваши аплодисменты. Вот как-то вот сбой в реестре получился какой-то. Нет, нет, мы узнаем. Идем дальше, не отчаиваемся. Это все высокотехнологичная система. Здесь не может быть ошибок. Вероятно, они нажали раньше вас. Вот и все. У вас получается два балла, один балл. Идем дальше. Интересный вопрос. У мальчика братьев нет, а у его сестры столько же братьев, сколько сестер. Сколько в этой семье братьев и сестер? Поехали. Сразу? Вы что, читали мои вопросы? Отвечать быстрее, Лена. У мальчиков братьев нет, а у сестры получается один брат и одна сестра. У сестры один брат, а у брата одна сестра. Сколько в этой семье братьев и сестер? Двое получается. Можете еще раз повторить? Это даже для меня, ну, это сложно, даже когда ты знаешь правильный ответ. У мальчика братьев нет, вы сказали. Я ничего не... Я сказал только по вопросу, мне не надо подлавливать сейчас. Ну, давайте еще раз повторите. Ну, двое получается. Двое в семье? Да. Сколько в этой семье братьев и сестер? Один брат, одна сестра, два человека. Это неправильный ответ. Видите, как все сложно, не все так просто. У вас есть ответ? Я вас слушаю. У нас есть ответ, их в семье трое. Это близко. Но кого, сколько, как? Один брат и две сестры. Да, именно это я и хотел услышать. Один брат и две сестры. ваши аплодисменты. Два-два получается. Очень интересно. Накал страстей. Последний вопрос. Поднажмите, поднапрягитесь. И это будет немного фантасмагорично. Смотрите. Дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка. Тянули, тянули и вытянули репку. Сколько глаз смотрело на эту репку? Время пошло. Я вас слушаю. Два глаза. Два глаза. Дед был первый, соответственно, два глаза. Есть ли какой-то другой вариант у Росреестра? Это правильное. Это вы решаете или я чего-то не знаю в этой игре? Здесь был вопрос. Сколько глаз смотрело на репку? Знаете, у меня тут другой ответ. И это неправильный ответ. Я знаю. Ни одного они на ее тянули. Но тоже нет. Тоже нет. и мы идем дальше. А можно правильный ответ? Правильный ответ 12. Итак, идем дальше. Это все еще будет последний вопрос. Мне все-таки нужно выяснить, кто из вас главный. Два джигита соревновались, чей конь придет к финишу последним. Однако дело не шло. Оба стояли на месте. Тогда они обратились за советом к мудрецу. И после этого оба поскакали во весь опор. Время пошло. У нас готов ответ. Я вас слушаю. Один джигит предложил другому обменяться конями. Да, это абсолютно правильный ответ. Ваши аплодисменты. Росреестр в этой паре одержал победу. и мы просим остаться команду из молодежного совета на месте, а Росреестру немного взять небольшой перерыв. И далее мы, конечно же, приглашаем команду Панорама сразиться с молодежным советом. Да, Манорама, проходите к нам. Мы рассчитываем провести эти соревнования до конца года. и сегодня ваша задача просто попытаться набрать как можно большее баллов. Все это будет суммироваться, а в конце награждаться. Поэтому в долгосрочной перспективе это будет замечательно. Итак, молодежный совет. Давайте поаплодируем еще очередная игра у нас все-таки. Итак, Панорама, молодежный совет. Первый вопрос. Из-под забора видно шесть пар лошадинных ног. Сколько этих животных во дворе? Время пошло. Молодежный совет готов ответить. Я вас слушаю. На вопрос отвечает Егор. Я думаю, что шесть. Это неправильный ответ. Панорама, вы готовы ответить? Три. Панорама? Удивляете? Все правильно. Это правильный ответ ваш обладе сметки. Три пары. Итак, следующий вопрос. Какие насекомые одомашнены человеком? Время пошло, сразу есть ответ. Панорама? Отвечает Бесвонеев Умар. Это пчелы. Это пчелы. Но, глядя на молодого человека, кажется, что это будто название из песни. Помните, были такие пчелы? Да, это правильный ответ. 2-0. Ну, ребят, соберитесь, соберитесь. Что не так? Они даже не дают времени идти. Опережая время. Молодцы, панорама, вы как будто собрали сборную из лучших умов. Нет, Советский Союз, конечно, поздновато для них. Так, идем дальше. Итак, третий вопрос. У нас счет 2-0, чтобы вы понимали, что происходит. На одной Одесской улице было три протяжные мастерские. Ой, было три партняжные мастерские. Я тоже даю сбой, не обращайте внимания. Партняжные мастерские, мы выяснили. Первый партной рекламировал себя так. Лучшая мастерская в Одессе. Второй лучшая мастерская в мире. Третий переплюнул их. Третий переплюнул их обоих. Скажите, как? Каким образом? Нет, вам нельзя. Он сделал вывеску типа вот здесь. Это почему вы аплодируете? Вы выражаете свою любовь им, да? Но они вас только что выиграли. Как интересно. Это интересно. Но это неправильный ответ. Он не совсем точный. Если я услышу ответ точнее, я был бы очень рад. Может быть, у вас есть какой-нибудь вариант? аплодисмент. Да, есть, отвечает Маручаев Ислам. У него была лучшая мастерская на этой улице. Это абсолютно верно. Это абсолютно верно в рамках этой игры. Я согласен. Ваш аплодисмент. Это получается три балла? Нет? Два балла. Хорошо. Я же не могу следить за всем. Так, у меня есть мастер, который подсчитывает. совершенно верно. Три. Три балла это практически, знаете ли, победа именно в этой паре. Поэтому мы поздравляем команду из Панорамы. Огромное спасибо команде из Молодежного Совета. Если вы не против, присаживайтесь, пожалуйста. Этот раунд для вас окончился. Вы остаетесь на месте, конечно, Панорама. Поаплодируйте, пожалуйста, Молодежный Совет. Очень здорово держались, было неплохо. Итак, Панорама, Молодежный Совет. Ну, Панорама, мне придется тоже вас попросить занять другие места, потому что сейчас сражаются команды из Института экологии и Росреестра. Конечно, под ваши аплодисменты. И снова здравствуйте, господа. Я не буду долго тянуть, сразу приступлю к вопросам. Все хорошо себя чувствуют? Итак, вопрос. Сколько земли содержит яма диаметром 3 метра и глубиной 3 метра время пошло? Институт экологии. Лена. Ноль. Лен, эта пауза явно была вам на пользу. Нисколько. Совершенно верно. Ноль. Можете аплодировать даже погромче, если хотите. Благодарю вас. Благодарю. Итак, идем дальше. Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может. Почему? Время пошло. Росреестр. Отвечать будет Нина. Я думаю, потому что эту горсточку съел воробей. Ему не осталось лошади. Ему не осталось лошади? Не не осталось зерна. Все зерно съел воробей. Ага, я понял. Но это неправильно. Может быть, институт экологии думает по-другому? Я думаю, только если это будет две секунды. Лена отвечает. Лошадь не может забраться в амбар. А птичка может залететь. Нет, Лен, это все не так. Но спасибо за попытку. Есть еще вариант? Я хотел бы услышать. Это интересный вопрос. Может, потому что лошадь ест овес? Как вариант? Давайте я еще раз зачитаю. Это интересно. Послушайте. Воробей может съесть горсточку зерна, а лошадь не может. Почему? Ну, что ж, мы пытались. Нет, можно? Да. По земле. По земле? Ну, это близко. Это близко. Это вот из этой категории, потому что воробей слишком маленький, чтобы съесть лошадь. Вот такой был ответ, но, к сожалению, его не прозвучало. Но если долго не кормить воробья, может быть, он и лошадь съест. Кто знает. Так, мы идем дальше. Что настолько невероятно хрупкое, что простое произнесение его имени разрушит его. Время пошло. Так, экология. Лена. Секрет. Лен. Вы мне так дороги, потому что вы всегда берете удар на себя. Вот там сидят четверо мужчин, они ее в пекло бросают каждый раз. Я бы, если бы имел такие полномочия, наделил бы вашу команду балом, но, к сожалению, это неправильный ответ, потому что это... Отвечать будет мило. Это тишина. Да, это тишина. Это правильный ответ. У нас один балл. Да? Идем дальше. К однозначному числу приписали такую же цифру. Во сколько раз увеличилось число? Время пошло. Институт экологии и Лена, я так понимаю. Нет, я постараюсь. Я думаю, в два раза. В два раза. А как думает Росреестр по этому поводу? Мы думаем, что число просто стало двузначным. Но это непросто. Оно стало таким, но как оно выглядит? Назовите эту цифру. увеличилось зависит от того, какое было однозначное число. Это тоже верно. Отчасти. Но ответа как будто бы нет. Если нет ответа, я прихожу к... Десять раз. Нет. Ну, вы были очень близки. Итак, прозвучал, да, но это я не могу занести в балл, потому что вы были неуверены в себе. Надо быть более настойчивым в своих ответах. Мы идем к следующему вопросу. Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль, где вы находитесь? Время пошло. Вы что, случайно или специально? Отвечать будет Нина. Это карусель. Скорее всего, вы знали этот вопрос, потому что оказаться просто снова лошади и где-то оказаться в похожей ситуации я бы не хотел, конечно. Это правильный ответ. Два балла. Мы идем дальше. Оно принадлежит только вам, но другими людьми оно используется больше вас. О чем идет речь? Лена? Имя. Мы даже не... Хорошо. Это было хорошо, это правильный ответ, это ваше имя. И мы идем дальше. Они даже не дают мне закончить мысль. Итак, следующий вопрос. Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом будет тушить полиция? Время пошло. Ну что, чай, Рустам. Рустам. Никакой полиция не тушит дома. Очень хорошо. Вот они проснулись сейчас уже. 2-2 у нас счет. Последний вопрос. Прям люблю, когда вы так сражаетесь. кто? 3-1 уже 3-1 как это? Правильно? 3-1 3-2 то есть. Ну вот такие дела. Молодцы ваши аплодисменты. Сейчас скажу, кто остается точно. Так, институт экологии мы с вами ненадолго прощаемся. Ну, достал. Пожалуйста, ваши аплодисменты обязательно. Молодцы, вы одержали победу, реабилитировались. Росрестри остается к ним. Мы приглашаем команду Платформа снова. Ой, Панорама, то есть, простите. Панорама очень много сегодня было, Да, Панорама ваш, можете поаплодировать, пока они идут к нам. Я же сказал Платформа, зачем мне Панорама? Шучу, ладно, садитесь. Так, вопросы, готовы вы, готовы? У нас Панорама, по-моему, одержала две победы подряд за сегодня. Если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Хорошо. Росреестр? Да. Вы к нам председатель. А что вы больше не смеетесь, как раньше? Собьемся. У вас были проблемы с оформлением движимости? Кажется, будут после этой игры, если я не прекращу. Разбозначено. Ребят, неправда это все, не думайте. Очень председатель. У меня есть везде свои люди, так что если вы готовы. Так вы готовы или нет? Спасибо. Почему стоп-кран в поездах красного цвета, а в самолетах голубого? Время пошло. Загорелось? Я вас вижу. Это случайно или... Нет, это не случайность, отвечать будет Нина. В самолете нет стоп-крана. Очень мне нравится, Нина. Мне очень нравится, когда вы смотрите на меня, как на сумасшедшего. Ты что, никогда не знал об этом? Нин, это непредвзятость, я наоборот ваше аплодисменты, это правильный ответ. Так, я обнулю, идем дальше. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? Время пошло. Это ответ? Так быстро? Отвечает мурочает Ислан. Ислан? Нет, потому что через 72 часа будет ночь. Да, это абсолютно правильно. Вот так быстро соображает наша молодежь. Большое спасибо Панораме. Мы идем дальше. Итак, у нас какой счет? 1-1. Итак, поехали дальше. Десять довольно крупных крупных людей пытались уместиться под одним небольшим зонтом, и при этом ни один из них не промок. Как они это сделали? Вопрос, время, поехали. Сразу в Росреестр. Отвечать будет Дамир. Я могу предположить, что, может, дождя не было. да, была вот такая потрясающая погода, как сегодня. Действительно, это правильный ответ. 2-1. Идем дальше. Интересный вопрос. Какими нотами можно измерять расстояние? Время пошло? Да вы что такое? Вы что? Отвечает Маручаев Ислан. Ми, ля, ми. Ну, давай спой уже тогда. Да, это правильный ответ. Милями. Да, 2-2. Как интересно. Так, мои любимые вопросы пошли. Бочка с водой весит 50 килограммов. Что нужно добавить, чтобы она стала весить 15 килограммов? Раз. Так, вопрос реестр. Могу предположить, что добавить 15 литров воды, чтобы она потяжелила? Можно погромче, поближе микрофон, очень плохо слышно. Могу предположить, что нужно добавить 15 литров воды, чтобы она потяжелила 15 килограмм? Нет. Нет, это неправильный ответ. Панорама вы не знаете. Попробуйте, я не против. Еще один ответ. Можно еще раз вопрос, пожалуйста? Вы хотели бы еще раз вопрос услышать? Бочка с водой весит 50 килограммов. Что нужно добавить, чтобы она стала весить 15 килограммов? буквально 5 секунд до его. Не отвечайте, мы пойдем дальше. Да? Может еще одну бочку и воздух? Вот как-то близко. Воздух? Как-то близко, но это не точно. А я не хочу не точности. Да? Предмет, который весит 35 килограммов. Нет, 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 все неправильно. Нужно добавить отверстие. Так все и выглядит. Да, мы идем дальше. Последний вопрос, скорее всего, будет, потому что я уверен, вы ответите. Какая гора была самой высокой на земле до открытия Эвереста? Я можно дочитаю вопрос? Эверест? До открытия Эвереста? Ты уверен в своем ответе? Да, уверен. Жизнь всегда будет подсовывать таких людей, которые вселяют в тебя сомнения. Никогда не сомневайся, потому что это правильный ответ. И вы снова одержали победу благодаря уверенности вашего игрока. Огромное спасибо команде Росреестр. Ну и, конечно, Панораме. Росреестр, да, можете отдохнуть. Вы обязательно вернетесь. уходите. Нет, да, вам тоже уходите. Не сомневайтесь в себе, правильно делайте. Я приглашаю команды из Института экологии и Молодежного совета. Давайте поаплодируем еще раз. Ой, какие все уставшие. Ну, конечно. Я вас снова приветствую. Вы стали мне как родня. А с родными мы обращаемся по-разному. Я буду грубоват. Итак, ну, это только словесно, что ж вы. Итак, назовите, если вы готовы, Росреестр. А вы что, выиграли, чтобы так радоваться? Но это еще не вечер. Я попрошу немного тишины. Итак, назовите следующую букву в этом ряду. Я Ф М А М И И А С О Н Время пошло. Сложный вопрос, я понимаю. Но институт экологии попробовал. Думаем, что это ЭО. А как вы, почему вы так думаете? Хотели бы услышать ваши размышления? Нам космос так подсказал, что это буква Л. У вас не налажена связь с космосом. Абсолютно. Может быть, команда из-за молодежного совета? Нет, я люблю, когда поддерживают. Да? А можно повторить вопрос? Вы бы хотели, чтобы я повторил вопрос? Да или нет? Просто право за ними. Вы очень долго думали, я могу просто пройти мимо. Последнюю букву. Ну, это еще по-человечески как-то можно. Буква Н. Д. Почему вы так думаете? Потому что это первые буквы месяцев. Заур, Заур. Это все потому, что ты из Нальчика. Это правильный ответ, да. Буква Т это последовательность названия. Так, хорошо, угадали, молодцы, узнали. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на противоположный берег. Как? Как будто бы я вернулся. Еще раз нажмите. Ага, все, институт экологии продавил кнопку. Рустам Шегусов. Да, Рустам. Они подошли к противоположным берегам, на которых стоя революция. Ну вот у них заработало, они были раньше. Да, он как будто бы сломал кнопку. И это было понятно во имя чего. Очень здорово, хорошо. Следующий вопрос. Хотелось бы что-то посложнее. Одна яхта идет из Ниццы в Сан-Ремо, другая из Сан-Ремо в Ниццу. Из гавани они вышли одновременно. Первый час движения яхты шли с одинаковой скоростью 60 км в час, но потом первая яхта увеличила скорость до 80 км в час. какая из яхт будет ближе к Ницце в момент их встречи. Отвечает Игорь. Молодежный совет. Первая яхта будет, которая выезжала с Ниццы. Это неправильно. Абсолютно. Возможно, они будут на одинаковом расстоянии. Невозможно. невозможно наблюдать, когда вы вот так хорошо отвечаете. Мне прям нравится. Институт экологии. Браво. Это три балла или два балла? 2-1. 2-1. Не отчаиваемся, не вешаем нос. Мы идем дальше. Молодежный совет. Итак, ну давайте так. Столица Португалии. Лиссабон. Вот так, ребят. Ну, конечно, неплохо. Хорошо. Институт экологии поздравляем вас еще раз. Молодежный совет. Нет. Что такое? Что? Все будет хорошо. Не надо переживать, потому что... Так, а ну-ка смотрите. Она говорит, что не работает. Что вы скажете на это? У них связь с космосом, это не я. Они сказали претензии после игры. Совершенно верно. Совершенно верно. Благодарим вас за внимательность. На сегодня это была последняя игра. Давайте все бурно друг другу поаплодируем. Огромное спасибо еще раз, что вы уделили для нас время и проверили себя, проверили вашу командную работу, выявили ошибки. И в будущем Росреестр будет не просто смеяться, но еще и активно играть. На самом деле огромное спасибо, что вы пришли. Мне было очень приятно с вами сегодня здесь находиться. Ждем вас на следующих играх. Не пропускайте и по просьбе Росреестра не опаздывайте. Большое спасибо. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова